Как сбалансировать рынок труда, чтобы молодые специалисты, получившие образование, находили себе работу? Этой актуальной теме был посвящен форум «Люди России». Он прошел в Курчатове. Участие в нем принял народный артист России Федор Добронравов, который в эти дни гостит в нашем регионе. Известный актер, кстати, начинал свою трудовую деятельность на заводе. Город атомщиков живет большим проектом. Идет армирование фундаментной плиты здания первого реактора Курской АЭС-2. Такие стройки по старой памяти принято называть всесоюзными. Люди съезжаются со всей страны. Но найти специалистов сегодня непросто. Прежде всего не хватает как раз квалифицированных, подчеркиваю, рабочих. Ну, например, конкретно сейчас у нас недостаток сварщиков. Подчеркиваю, не просто сварщиков, которые там что-то немножко умеют, а аттестованных, квалифицированных. И это при том, что такой специалист получает весьма достойные деньги. Но молодежь смотрит мимо рабочих профессий, выбирая те, которыми рынок труда и так перенасыщен. Аналогичная ситуация складывается во многих отраслях. В нашем регионе сегодня порядка 6 тысяч вакансий. Они не заполняются. Это в основном рабочие профессии. И, конечно, сегодня и предприятия, и органы власти, службы занятости, безусловно, заинтересованы в том, чтобы сегодня готовить молодую смену для того, чтобы занять вот эти вакантные места. Специалисты говорят, предприятия и учебные заведения должны работать синхронно. В регионе уже открыта подготовка под 9 востребованным специальностям. Безусловно, нужна и просветительская работа. Молодым людям необходимо объяснять, какая профессия в цене. И не стоит недооценивать силу искусства, уверен Федор Добронравов, ставший гостем форума. Мы в эти лихие 90-е годы, мы немножко, если говорить о кинематографе, мы немножко ушли как бы в сторону всяких стрелялок, догонялок и детективов. Хотя среди них есть и прекрасные, но все равно их много. А вот профессиональные профессии начинаем забывать. Дети, наши внуки вообще не знают, что такое токарь и что такое слесарь, фрезеровщик. Вообще таких слов даже не знают. А ведь есть золотой фонд советской кинематографии, прославляющий именно рабочие профессии. Такие фильмы, как «Москва слезам не верит», «Девчата», «Большая перемена» и сегодня смотрятся на одном дыхании. Время брать примеры с настоящих киношных героев. Александр Юров, Андрей Дегтярев, телеканал СЕЙМ.